Все можно говорить, да? Сижу такая, думаю, блин, хочу быть врачом. Я родилась, увидела мяч. Я не могу это рассказывать. У меня мяч прилетел в голову. Я это вообще ненавижу, это детство вот это вот. Я поняла, что футбол это мое. Знаете, что тут можно три часа рассказывать. А вы уверены, что я должна была это интервьюировать? Я Галкина Екатерина, врач-ребритолог молодежной команды «Родина». Сборы в Турции с командой «Родина» у меня первые сборы в изны с футбольным клубом. Ощущения хорошие, мне все нравится. Плюсов достаточно, минусов нет. Работается вполне комфортно. Ничто меня не стесняет. Да, ребята поздравили меня со всеми марта, подарили цветы. Они поймали меня в холле и поздравили все вместе. Вручили большой красивый букет цветов. Было очень приятно. Вся команда помогает мне, если есть тяжелые сумки, или нужно что-то понести. Кто-то проявляет инициативу. Чаще всего все проявляют инициативу, так скажем. Да, давайте так скажем. Тяжело, конечно, скучаешь по родственникам, но это работа и, в принципе, здесь комфортные условия. Поэтому время прилетает незаметно. Когда ребята все рядом, легче контролировать по медицинским процедурам их, потому что они находятся в соседней комнате. А вот по поводу питания сложнее, потому что здесь все включено, и у них свободный доступ к любому продукту. Контролировать сложнее, чем дома. Обычный день у нас проходит с подъема, потом они идут на медицинские процедуры. Это взвешивание и измерение артериального давления. Потом у них завтрак. После завтрака медицинские процедуры, если они нужны. И подготовка к первой тренировке. После нее возвращение, обед, отдых. Опять подъем, медицинские процедуры, подготовка к второй тренировке. Вторая тренировка, возвращение, ужин и отдых. Массаж, необходимые медицинские процедуры и отбой. Мой день начинается точно так же, как и у всей команды. С подъема, завтрака. Я присутствую на медицинских процедурах. Если нужно, осматриваю травмированных спортсменов и принимаю решение вместе с врачом и тренером ОФП о подключении реабилитации. И мы решаем, будет это дополнительная тренировка, либо мы будем менять одну футбольную тренировку на реабилитацию. Если у нас спортсмен получает травму, его осматривает врач команды и принимает решение о дополнительном обследовании. Если оно необходимо, то по страховке здесь, в Турции, он управляет пациента, точнее футболиста, к врачу, где проходится обследование. И он уже точный диагноз ставит. И мы либо снимаем стренировок, спортсмен отправляем на реабилитацию, либо он вообще отправляется в Москву. Реабилитация здесь проходит удачнее, чем в Москве, потому что здесь в доступе два тренажерных зала. У нас с собой из Москвы привезен весь необходимый инвентарь. И ребята живут близко от меня, поэтому реабилитация проходит быстро, эффективно и комфортно для всех.